В Самаре на аллее трудовой славы прошла общероссийская акция, посвященная 80-летию со дня полного прорыва блокада Ленинграда. У Стеллы город трудовой доблести выставили композицию из 900 свечей, символизирующих количество дней, которые город пережил в тяжелом положении. В церемонии приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, представители ветеранских организаций и волонтерских движений юно-армейцы, жители города. В Самаре сегодня утром из здания школы номер 12 эвакуировали 1160 человек, в том числе 1100 детей. Из-за короткого замыкания на первом этаже загорелась электропроводка, сообщили в региональном главке МЧС России. Для тушения пожара привлекли 22 человека и 7 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. В Самарском университете прошел мастер-класс по созданию матрешек. Его провели для студентов Северо-Западного политехнического университета Китая. Они приехали обучаться в Международной образовательной зимней школе производства и испытания авиационных двигателей. В перерывах между занятиями знакомятся с русской культурой. Подробности в программе события на телеканале «Самары ГИС». Стало известно расписание матчей «Крыльев Советов» после возобновления сезона. 19-й тур состоится 1 марта. В 20.00 «Крылья» сыграют в гостях против Ростова. В 20-м туре «Крылья Советов» будут принимать на своем поле ЦСКА. Игра пройдет 8 марта в 15 часов. До 26 января футболисты и тренерский штаб находились на первых сборах в Турции, где проходила подготовка ко второй части сезона. Сотрудники госавтоинспекции по Самарской области подвели итоги рейдов за три дня. В состоянии опьянения допустили управление транспортом 56 водителей. За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной тонировки к ответственности привлекли 144 автомобилиста. 45 водителей нарушили правила перевозки детей. Мошенники начали рассылать электронные письма о подозрительных транзакциях от имени Федеральной налоговой службы России. Налогоплательщику предлагается пройти дополнительную проверку и предоставить сведения по запросу службы. В налоговой службе заявили, что не рассылают подобные сообщения. Каждый 11-й россиянин верит в счастливые приметы и соблюдает ритуалы, отправляясь на собеседование. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы. Чаще всего приметы касаются внешнего вида, а респонденты надевают счастливую вещь, пользуются парфюмом, приносящим удачу, начищают обувь.